Перед началом ролика не могу не упомянуть о своём генеральном спонсоре, FunPay, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и богатый ассортимент. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. Бета-тестирование нового дополнения The War Within идёт полным ходом. Тестируются рейдики, тестируются MIFIC+, чекаются различные интересные уменитики по типу там прокачка, профессии, сетики. Сетики тоже имеются в игре, и именно сетики мы сегодня посмотрим. Глянем абсолютно на все классы, примерно так видосик построил, то что я буду примерять сет, мы будем смотреть сет-бонус, и будем просто-напросто изучать, что из себя представляет на текущий момент этот комплект. Само собой мы прекрасно понимаем то, что всё ещё идёт бета, и многое может поменяться касательно какой-либо механики сета, быть может поменяются какие-то процентики, стоит понимать, что это всё не финальное. Комплект для рыцаря смерти, ветки нечестивость, 2 предмета, прислужники наносят на 8% больше урона, 4 предмета, когда вы призываете прислужника, скорость повышается на 2% на 8 секунд, максимальный бонус 8%. Сет-бонус фроста увеличивает дэмэдж от способности, которые расходуют силу рун на 8%, 4 предмета, когда вы расходуете силу рун, ваш показатель силы с некоторой вероятностью повышается на 10% на 8 секунд. Танковский бонус привязан к костяному щиту, 2 предмета, когда у вас есть как минимум 1 заряд костяного щита, получаемый урон уменьшается на 2%, когда теряете заряд костяного щита, то с некоторой вероятностью получаемый урон уменьшается еще на 1% на 6 секунд, максимальный эффект минус 3%. Комплект 4 предмета, наносимый урон увеличивается на 1% за каждый активный заряд костяного щита, а если вас атакуют, когда у вас менее 6 зарядов костяного щита, то вы с некоторой вероятностью получаете от 1 до 2 зарядов. Довольно-таки интересно самогенерация костяного щита. Класс воин, специализация оружия. Два предмета. Смертельный удар и рассекающий удар увеличивают урон следующего превосходства на 10%. Четыре предмета. Когда тактик завершает время восстановления превосходства, урон следующего смертельного удара, или рассекающего удара, увеличивается на 10%, а вероятность критического удара этих способностей повышается на 10%. Эффект суммируется до 2 раз. Специализация неистовства. Два предмета. Кровожадность увеличивает урон следующего буйства на 10%. Четыре предмета. Когда яростный выпад восстанавливается мгновенно, урон от следующей кровожадности увеличивается на 10%. Эффект суммируется до двух раз. Два предмета для танка, для специализации защиты дают эффект, что когда стратег завершает время восстановления вашего мощного удара щитом, вы получаете эффект Мастер Стратег, увеличивающий урон от мощного удара щитом на 5% и уменьшающий получаемый урон на 3% на 6 секунд. Четыре предмета. Разгоняют урон. Критические эффекты мощного удара щитом увеличивают урон от удара грома и реванша на 10% на 8 секунд. Паладин. Специализация воздаяния. Ретрик. Два предмета увеличивают урон от клинка справедливости на 15%, а от испопеляющего следа на 10%. Четыре предмета. Испопеляющий след увеличивает наносимый вами урон на 10% на 8 секунд. Специализация свет. Холипаладин. Хил. Два предмета. Шок небес восполняет на 10% больше здоровья, а его время восстановления сокращается на 10%. Четыре предмета. Шок небес усиливает мгновенное исцеление от следующего торжества или света зари на 8%. Эффект суммируется до 4 раз. Специализация защита. Два предмета. Щит праведника наносит на 10% больше урона и уменьшает получаемый урон на 3%. Четыре предмета. Когда вы применяете способность расходующую энергию света, ваш следующий гнев карателя увеличивает наносимый урон и силу исцеления на 0,5%. Эффект суммируется. Охотник. БМ. Повелитель зверей. Два предмета. Разрывающий выстрел повышает скорость атаки вашего питомца еще на 5%. Четыре предмета. Атаки вашего питомца с вероятностью 10%. Увеличивает наносимый питомца МИ урон на 10% на 10 секунд. Все питомцы разгоняют свой урон. Трельба. ММ. Два предмета. Урон от шародейского выстрела и залпа увеличивается на 20%. Четыре предмета. Когда вы поглощаете эффекты точные выстрелы, урон от следующего прицельного выстрела увеличивается на 10%. Эффект суммируется до 2 раз. Выживание. Сурф. Два предмета. Урон от огнебомбы увеличивается на 5%. Четыре предмета. Удар ящера наносит на 10% больше урона целям, на которых действует огнебомба. Шаман. Специализация стихии. Два предмета. Урон от земного шока увеличивается на 25%. Урон от землетрясения тоже увеличен на 25%. Четыре предмета. Когда вы расходуете энергию водоворота, ваша вероятность критического удара повышается на 5%. Наносимый критический урон увеличивается на 10%. Совершенствование. Два предмета. Удар бури, вскипание лавы, ледяной клинок и сокрушающая молния наносят на 15% больше урона. Четыре предмета. Время действия духа дикого зверя продлевается на 100%. Исцеление. Два предмета. Приливные волны повышают эффективность исцеления связанных с ними заклинаний на 10%. Четыре предмета. Эффективность приливных волн повышается на 80%. Кроме того, приливные волны снижают затраты маны на связанные с ними заклинания на 8%. Красивый сет у пробудителя, не правда ли? Реально классный. Для опустошителя два предмета увеличивают урон от дезинтеграции на 10%, а урон от погребального костра тоже на 10%. Четыре предмета. Время восстановления всплеска вечности сокращается на 5 секунд. Кроме того, всплеск вечности дает взрывную сущность. Хранитель. Специализация хила. Два предмета. Инверсия. Изумрудный цветок восполняют здоровье еще одному раненому союзнику в радиусе 30 метров в объеме 10% от слоевого исцеления. Четыре предмета. Живильные объятия повышают эффективность исцеления вашей следующей инверсии на 200%. Насыщатель. Коротко говоря, аук. Два предмета. Дрожь земли наносит на 30% больше урона и увеличивает урон от двух следующих применений извержения на 30%. Четыре предмета. Черная мощь повышает основные характеристики союзников еще на 0,4% от вашей основной характеристики раз в 2 секунды. Максимальная прибавка. 2%. Охотник на демонов. Дамагерская специализация. Истребление. Урон от танца клинков увеличивается на 20% за два предмета сета. Четыре предмета. Удар хаоса наносит на 20% больше урона и с вероятностью 25% мгновенно восстанавливает танец клинков. Звучит мощно. Месть. Танковская специализация. Два предмета. Раскалывание душ наносит на 15% больше урона и с вероятностью 35% откалывает от цели один малый фрагмент души. Четыре предмета. Когда вы поглощаете фрагмент души, урон и силы исцеления следующего опустошения скверной увеличиваются на 2% вплоть до 30%. То есть нужно набрать 15 фрагментов. Друиды. Важно ли им, как их сет выглядит? Мне кажется, не особо. Но плечо довольно-таки прикольное. Для баланса два предмета увеличивают урон звездного потока на 8%. Урон звездопада увеличивается на 10%. Четыре предмета. Под действием лунного затмения и солнечного затмения ваш гнев дает на 1 единицу астральной мощи больше, а звездный огонь на 2 единицы астральной мощи больше. Вот такое вот плечико. Сила зверя. Котики, киски. Два предмета. Тигринное нисуство повышает вероятность критического удара на 10 секунд. Прибавка начинается с 6% и увеличивается на 1% разу в 2 секунды. Четыре предмета. Когда ваши способности, продлевающие серию приемов, наносят критический удар, мгновенный урон следующего свирепого укуса и свирепого буйства или первобытного гнева увеличивается на 15%. Суммируется до 3 раз. Настакивается и потом делается мощный кусь. Окей. Два куска для хила. Эффективность исцеления буйного роста, восстановления, быстрого восстановления повышаются на 10%. Четыре куска. Когда вы поглощаете эффект душа леса, ваша сила исцеления увеличивается на 8% на 6 секунд. Мишка. Страж. Два предмета. Взбучка и лунный огонь увеличивают наносимый урон и уменьшают получаемый урон на 1% на 8 секунд. Эффект суммируется до 3 раз. Четыре предмета. Наносимый урон от тайной магии увеличивается на 5%, а урон кровотечения на 5%. Я вот смотрю на эти танковские сеты и какой-то такой маленький бонус везде. Четвертый кусок вообще дает плюс к дэмэджу. Что это такое вообще? Монах. Приятное освещение от сета. Мне нравится. Реально хороший кожаный сет. Для танцующего с ветром, для дамагера, два предмета. Лапа тигра увеличивает урон от следующей способности ближнего боя на 5%. Четыре предмета. Другие ваши способности ближнего боя увеличивают урон от следующей лапы тигра на 25%. Эффект суммируется до 6 раз. Лапа тигра также наносит 15% урона ближайшим противникам. Цели после пятой получают уменьшенный урон. Интересная реализация через этот спелл в ООЕ. Окей. Хиловская специализация. Ткач туманов. Два предмета. Окутывающий туман и заживляющий туман восстанавливают на 10% больше здоровья. Четыре предмета. Оживить. Продлевает время действия заживляющего тумана и окутывающего на основной цели на 2 секунды. Вплоть до 4 секунд. Меливар. Танковская специализация. Два предмета. Нокаутирующий удар и удар бочонком. Наносят на 20% больше урона. А скрытые резервы также уменьшают получаемый урон на 3%. Четыре предмета. Нокаутирующий удар увеличивает наносимый вами урон на 1% на 15 секунд. Эффект суммируется до 3 раз. Кроме того, нокаутирующий удар с некоторой вероятностью мгновенно восстанавливает удар бочонком и позволяет применить эту способность без затрат энергии. Разбойник в ликвидации. Два предмета. Когда ваши эффекты кровотечения наносят урон, они могут на 8 секунд дать вам эффект Болезнетворная настойка, увеличивающую урон от яда на 1%. Суммируется до 10 раз. Четыре предмета. Пока у вас не менее 5 эффектов болезнетворной настойки, Горота, Рваная рана и Кровый вихрь наносят на 10% больше урона. Головорез. Два предмета. Коварный удар, выстрел с пистоля, внезапный удар с вероятностью 20% активирует призрачное буйство, нанося 15% дополнительного урона от темной магии. Четыре предмета. Призрачное буйство дополнительно увеличивает урон следующего вашего применения способности промеж глаз на 6%. Суммируется до 3 раз. Скрытность. Два предмета. Символы смерти увеличивают урон от вашего следующего тайного приема на 20%. Четыре предмета. Тайный прием увеличивает урон от остальных ваших завершающих приемов на 16% на 7 секунд. Жрец. Специализация тьма. Два предмета. Время действия всепожирающей чимы увеличивается на 1 секунду. Четыре предмета. Всепожирающая чима увеличивает наносимый вами урон на 2% на 10 секунд. Эффекты могут накладываться друг на друга. Специализация свет. Два предмета. Эффективность прозорливости повышается на 10%. Четыре предмета. Исцеление. Быстрое исцеление и молитва исцеления с вероятностью 50% срабатывают повторно, с эффективностью 35%. Послушание. Два предмета. Эффективность исцеления и искупления вины повышается на 5%. Четыре предмета. Кара. Исповедь увеличивает урон от следующего взрыва чумы на 25%. Или прочность щита от следующего слова силы щит на 15%. Эффект суммируется до трех раз. Маг. Тайной магии. Два предмета. Урон от чародейской вспышки и чародейского взрыва увеличивается на 6%. Четыре предмета. После применения чародейской вспышки или чародейского взрыва, ваш следующий чародейский обстрел с вероятностью 10% наносит на 10% больше урона и дает 4 чародейских заряда. Огонь. Два предмета. Урон от пламени феникса увеличивается на 10%. Бонус увеличивается до 25% против основной цели. Четыре предмета. После нанесения урона пламя феникса имеет 10% шанс вернуться к вам. Возвращая 1% к дэшке пламени феникса и увеличивая урон заклинаний на 6% на 10 секунд. Возвращая рефандинг, имеется ввиду, что к дэшка будет сокращаться, если я правильно понимаю. Лед. Два предмета. Урон от ледяного копья увеличивается на 5%. Ледяные пальцы увеличивают урон от следующего ледяного шара на 10%. Эффект суммируется до 10 раз. Четыре предмета. Ледяной шар увеличивает урон от ледяного копья на 15% на 15 секунд. Чернокнижник. Специализация колдовство. Урон от пагубного восторга увеличивается на 5%, а его вероятность критического удара повышается на 10%. Четыре предмета. Пагубный восторг с некоторой вероятностью увеличивает урон от ваших заклинаний агония, порча и нестабильное колдовство на 15% на 8 секунд. Демонология. Ваш основной демон наносит на 5% больше урона, а урон от вашей стрелы тьмы увеличивается на 50%. Четыре предмета. Стрела тьмы с некоторой вероятностью приводит вашего основного стража скверны в ярость, увеличивая урон от его следующего удара легиона на 300%. Разрушение. Два предмета. Вероятность критического удара испепеления повышается на 20%, а у поджигания на 25%. Четыре предмета. Когда поджигание наносит критический удар, наносимый вами урон от огня увеличивается на 5% на 6 секунд. Когда я рассматривал некоторые сетики, то я уже немного возмутился. А зачем увеличение демеджа на танковских сетах? Танку мне кажется намного проще взять какой-то атакующий тринкет, вместо того чтобы собирать сет, который дает ему повышение урона. Ну, быть может что-то конечно поменяют, сделают какой-то деф-бонус, но в целом атакующий бонус он неплох, когда танк одет. Но когда танк осваивает рейды и ему нужно как-то жить, то зачем ему тогда эти куски? Вопрос довольно-таки хороший. Уверен, многие сеты еще будут меняться, некоторые сетики сложны в своем исполнении, где-то нужно что-то настакивать, а где-то просто идет самое обычное увеличение демеджа, и ты долбишь свою обычную ротацию и ни о чем абсолютно не думаешь. Сетики разные, сетики интересные, некоторые красивые, некоторые не очень. Эпохальные, конечно, имеют намного лучше модельку. Я кину ссылку в описание к видосику, и открыв эту ссылку вы увидите вообще абсолютно все сетики по картинкам во всех вариациях. ПВП, ПВЕ, эпохальные, там героические, за завоевание, гладиаторские, все-все-все сетики там конечно имеются. На этом у меня все, мой монолог подходит к концу. Если у вас есть какие-то вопросы, если у вас есть какие-то предложения интересные, если вы что-то думаете иначе насчет сетов, то дайте знать об этом в комментариях. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!